В Австралии же, в той же самой, описали психологи феномен, называемый смерть вуду. Или вуду, как хотите. Вуду. Когда шаман – волшебник в племени. Если выносится смертный приговор какому-то, то этого какого-то берут и ему поют песню определенную. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля. И дальше его отпускают. И он через какое-то время умирает. Добрые миссионеры заметили это в свое время, записали ноты даже, мелодию. И когда они услышали в очередной раз, что начинается ля-ля-ля, на какого-то человека, они вызвали полицию. Приехала полиция, и этого человека забрали. Поместили его в больницу, и еле-еле он пришел в себя. В другом случае его привезли, но не успели. Он уже умер там, в больнице. Оказалось, что механизм у такого воздействия абсолютно тот же самый. Значит, этот человек осужденный, он слушает эту песню, ее слушают и те, кто поет, но она адресована не им, а именно ему. Он знает это. Он вырос в этой культуре. Он на этот счет остро восприимчив. Спойте другому, который не знает языка, и с ним ничего не будет. Так вот, когда вот это действие производят, то включается абсолютно тот же механизм. Гиппокамп дает сигнал гипоталамусу, и организм выходит из строя. То же самое, что происходит у сумчатой мыши, да и у других животных, которые заканчивают свои дни после брачного периода. Отказ организму в отказ идет. Таким образом, то, что является... Вот в медицине есть понятие «етерогенная болезнь». Когда врач неосторожно что-нибудь скажет больному, мнительному, и тот заболевает. А именно почему? Потому что он восприимчив, и он в определенном смысле талантлив к такой визуализации. Психологи, они не могут объяснить научно. Они просто описывают факт. Вот психосоматическое расстройство. Вы поверили или вы расстроились, и вот у вас в уме, и это на вас отразилось. А физиологи – настоящие ученые. Настоящие, тоже в белых халатах, но уже ученые. Они вот этот механизм обнаружили. Что все происходит очень... Схема прозрачная. Импульс сюда, тыр-тыр-тыр. Приказы идут по нижестоящей цепочке, и организм сбоит в итоге. Все. В этом и состоит вся магия. Внушить человеку что-то, например, чтобы у него начались соответствующие реакции. Или если человек сильно мнительный, то проблемы, возникающие у него со здоровьем, так называемые психосоматические, объясняются таким же вот точно механизмом. Только здесь он сам, человек, является творцом, приказчиком этих своих состояний, в данном случае проблемных. Проблемных состояний. Какая польза от этого нам, от всей этой истории? Такая, что существует физиологическое даже, простое обоснование тому, как действуют упражнения, связанные с распределением внимания, концентрации, визуализации. Вы формируете какой-то образ, и эти структуры мозга от самых глубинных, древних, до более молодых, поверхностных, начинают функционировать, и организм настраивается в соответствующий лад. Это объяснение не дает ничего. У Гегеля написано, что логика так же учит мыслить, как физиология переваривать. Никак не учит. Она просто объясняет физиологию. То-то и то-то. Так и здесь. Но для многих людей факт вот этого объяснения, его научность, подтвержденность, естественно-научными данными, во многом помогает с большим доверием относиться к практике. Что практика, какая бы она ни была, которую вы делаете, она действует. Надо лишь открыться, относиться к ней с доверием, ничего не ждать, не программировать, а именно сосредоточиться на тщательном выполнении. Вот просто принять, принять, что эти действия вы делаете тщательно. Как вот в первой шлоке, про которую говорили, принятие и есть трансформирующая сила. Вот так принимая, что эта практика работает, все равно какая вы делаете там, сидите в позе лотоса, например. Вот доверяя ей, сливаясь с практикой, то есть пребывая в ней, человек отдается этому достаточно простому механизму, который его меняет. Речь не идет о ценности физических изменений, которые могут наступить. Самое важное, что дает любая практика, это изменение состояния, состояния сознания. Оно меняется в соответствии с выполняемым действием. В теле создаются какие-то условия, внимание как-то вы распределяете, и в этом изменившемся конгломерате энергии, в котором купается внимание человека, живет в этот момент, вот в теле, оно становится вот таким-то и таким-то, что дает какая-то практика.